Здравствуйте! В эфире программа «Знак качества» с вами Мария Рудая. Сегодня мы пришли в гости в мастерскую Баканов и компания. Если вы решили, что в вашем доме просто необходимо обновить интерьер, установить лестницу или библиотеку, вам точно сюда. Но обо всем по порядку. Давайте пройдем и познакомимся с продукцией компании. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Расскажите, пожалуйста, что у вас здесь представлено, что вы можете предложить заказчикам? Основная наша деятельность заключается в изготовлении лестниц, интерьеров, мебели. Работаем мы по фотографиям дизайнера. Также есть свои какие-то проекты, которые предлагаем людям. Более чем за 20 лет работы мастерская стала известна всей стране. Среди заказчиков есть обочинные люди, а есть и представители искусства. Работали мы и в Большом театре, и в Малом театре, и в Щепкинское училище напротив ЦУМа. И Льву Николаевичу Толстому, так сказать, меняли входную группу в его усадьбе в Хамовниках. То есть все это бывает, выполнишь работу, а потом приходишь на нее смотреть, и мурашки пробирают, потому что нравится. Если такой эффект, допустим, даже как у меня, как у руководителя, присутствует, то, несомненно, заказчик тоже будет доволен. Важно отметить, что лестницы, сделанные в мастерской Буканов и компании, отличаются не только красотой, но и особой прочностью. Ваши лестницы славятся особой прочностью. За счет чего удается добиться такого результата? Ну, прочность и долговечность наших лестниц, наверное, идет из корня, скажем так, изнутри. Вот. Хочу показать. Так как мы предлагаем людям не только деревянные лестницы, но и металлических каркасов. Здесь показываем металлический каркас, который делается из швеллера и полноценного листа металлического тройки. Когда мы ставим металлический каркас, если это на стадии строительства и ремонта дома, это очень удобно. Очень удобно для людей, для строителей. Никаких ошибок впоследствии не будет. То есть у вас уже стоит основание лестницы. Рабочие бегают, скорость отделки, строительство увеличивается. Потом, после окончания ремонта, после финиша, на отделке стен, если люди заключили с нами договор, еще и на отделку металлического каркаса лестницы каким-то материалом, дубом, ясенем, в общем, деревом, мы накладываем уже наши ступени, подступенники. Ступени клеим, то есть вот шов склейки. То есть мы клеим их так. Это несколько раз, да? Да, то есть получается двухслойное. Вот. И так как люди, краснодеревщики, они все это делают, они уже накладывают так, чтобы структура дерева расходилась. Знаете, как построить кирпичный дом? Когда кирпичик держит кирпичик, здесь получается, как слой держит слой. И поэтому, как я говорил, рекламации нет по ступени. Если человек купил дом, или он там построен, или квартира многоуровневая, и он решил вдруг, что хочет тоже лестницу, как быть им в таком случае? Вот вы беретесь за такие вот проекты? Мало того, мы беремся за такие проекты, но бывают случаи, когда человек не знает, где у него теплый пол расположен, и прикрепиться некуда. И для этих моментов мы тоже нашли решение. То есть как на металле, так и без металла. Может быть, лестница просто вся чистая из дерева. Вот, допустим, когда лестница готова, стоят столбы, ограждения. Причем ограждения мы делаем не только деревянные, но и алюминиевые. Молодежи, кстати, нравятся. И, наверное, все вот эти вот лестницы в двух уровнях, которые мы сделали, практически все вот с такими вот перилками. Но он действительно смотрится очень стильно. Перилками и столбками, да. Потом, когда лестница уже закрыта, бок и низ лестницы, мы зашиваем шпоном, то есть МДФ покрытый шпоном того же дерева. Дубль и я с ним. И полностью это смотрится очень хорошо, красиво. Лестницы, потолки, библиотеки, двери, предметы, интерьера и декора, а также мебель из твердых пород дерева. В мастерской создают настоящие шедевры. При этом золотые руки сотрудников воплотят любую задумку дизайнера. Столы, стулья, шкафы, кровати, допустим, библиотеки, те же лестницы к библиотекам. Бывают даже библиотеки с балконами. То есть делаем полностью интерьер, полностью библиотека. Ну и, соответственно, также можем выполнить полностью дизайн, воплотить, так сказать, в жизнь визуализацию дизайнера всего дома, что касается. Если это из массива, из ценных пород или МДФ покрытый шпоном. Также потолки, балки. Перечислять можно, наверное, все, что вы увидите из дерева. Все это мы можем сделать. Александр, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, делаете по фотографии. Ну, грубо говоря, человек в кино увидел, да, то, что он хочет. Там, это бар, я не знаю, действительно, библиотеку. Принес вам фотографии? Таких не один был заказчик. Люди или путешествуют за границей, или, как вы говорите, кино. Или еще остановил кадр, сфотографировал, прислав нам. Мы рассчитали, цена понравилась. Договорились, изготовили. Цвет по согласованию. Делаем выкрас. Человек подписывает его. И мы в этот цвет красим. Классика и модерн. Разнообразие форм, стилей и цветовых решений будут интересны как взрослым, состоявшимся людям, так и молодежи, следящие за трендами. Неизменным здесь остается качество всех изделий. Когда мы предлагаем, допустим, лестницу из массива, ну, молодежь немножко, так как это не дешевое удовольствие, хотят подешевле. Для этого разработали специальные металлические каркасы и ступени, покрытые шпоном дерева, дуба или ясеня. Это в два раза дешевле, а выглядит презентабельно так же, как и из массива. Единственное, что в случае каких-то ударов, механических повреждений, тяжело реставрируется. Отдельного внимания заслуживают двери. Александр, еще один вид продукции, который вы выпускаете, это двери. Причем они могут быть как стандартные, классические, так и вот такие вот двери-купе. Ну, больше скажу, бывают не просто двери-купе, бывают очень нестандартные двери. В основном к нам обращаются такие люди, у которых нестандартные проемы. Арочные двери или просто большие, двухстворчатые. Бывают с разным заполнением, то есть и стекло, и мозаика, ну, то есть всякое разное. Вот, наши двери, обычная стандартная дверь, по цене, она не превышает цены тех дверей из массива, которые продаются в магазине. Но если идет нестандарт, то это рассчитывается уже, ну, немножко другая смета, потому что нестандартные двери, если это идет радиус или просто толстая дверь нужна, то цена, соответственно, рассчитывается по-другому на нее. Вот, но хочу сказать, плюс нашим дверям, допустим, что они уже точно изготавливаются из цельного, из цельной доски 50 миллиметров, то есть вся. То есть никаких вот этих вот склеек нету, наборов нету. И это что дает? Это дает красоту самой, полная структура идет дерево, вся от начала до конца. Твердые породы дерева отличаются особой прочностью, плотность ценных пород близка к плотности металла. Еще одна особенность твердых пород дерева заключается в том, что со временем материал только набирает силу и становится более презентабельным, прямо как хорошее вино. В общем, в мастерской Буканов и компания изготовят все, что угодно из ценных пород дерева. Сейчас мы отправимся в то место, где непосредственно создают всю эту невероятную красоту на производство. Вот здесь и творится настоящее искусство, которое больше похоже на волшебство. Все мастера в один голос говорят, дерево – это живой организм со своей энергетикой. Дерево – живой материал, и я отношусь к нему действительно как живой материал, душой. Вот не просто производим деньги, деньги они приходят потом. Сначала тебе нужно изделие увидеть, какое оно будет в дальнейшем, и приложить свое что-то. Не просто какие-то штампы, мы здесь просто вносим свои изюминки, добавляем. Вот в таком виде доски, из которых потом делают невероятные по красоте и прочности вещи, сюда поступают. Их хранят в специальном помещении, где поддерживают определенную температуру. По сути, дерево здесь сушится, а уже дальше материал попадает в руки краснодеревщиков. Мы находимся в склеечном отделении, где путем сжатия при помощи клея ПВА сжимаются, склеиваются изделия из древесины, которые в дальнейшем обрабатываются и получают ступени, филенки. Ну, в общем, дальше как изделие. При склеивании необходимо учесть множество нюансов. Главное – это правильно подобрать рисунок дерева. Все как в мозаике. Круглые узоры склеиваются только с аналогичными и продольные полоски также. Александр, я так понимаю, что вот это уже готовое изделие практически, да? Это уже вот что это? Ну, как вот у нас пресса ваймы после склейки и обработки на станках, получаются вот такие вот заготовочки, так сказать, ступеней, которые уже готовы к покраске. И дальнейшем монтажу очень тяжелые. В соседнем помещении происходят сварочные работы. Мы здесь изготавливаем основные детали для выезда на монтаж, чтобы монтировать металлокаркасы под лестницей. То есть в ступени, под них шевелера, каркас. Ну, им разный у нас бывает, поэтому так все сразу не перечислишь, потому что заказы практически все индивидуальные, поэтому каждый раз приходится подходить заново, можно сказать. Так же вот нас сверлим, режем, варим. То есть, в принципе, работы очень много разных приходится делать. Я вообще строитель, отделочник, я не только сварщик. У меня тут очень много за плечами, так скажем, опытных работ, действий. Сварка, ну, даже не знаю, как сказать. Мне это просто интересно, строить, создавать что-то новое. Особенно вот мне нравится эксклюзивное. И когда на что-то хватает времени, то есть если сроки не горят, что-то сделать такое, что ни у кого нету, и что вот первый раз, просто даже для себя, не то что перед кем-то, а вот просто для себя очень интересно, вот, скажем, поизобретать немножко. Мастера работают на современных станках, которые позволяют добиться высочайшего качества отделки древесины. Это также является определенным залогом успеха. Но главное – это люди, которые с удовольствием выполняют свою работу и вкладывают душу в каждое изделие. Поэтому и результаты впечатляют. А когда видишь готовые работы, появляется ощущение того, что прикоснулся к настоящему произведению искусства. В мастерской Буканов и компания выполнят самые смелые замыслы. Звоните по телефону 999-9929. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова